Вести Дагестан Более 4 миллионов просмотров собрали плееры трансляции первого дня чемпионата Европы в Каспийске, размещенной на ресурсах телеспорт-медиа и Федерации спортивной борьбы России в социальных сетях. Для сравнения, матч сборных России и Бразилии по футболу собрал 5,5 миллионов просмотров. У гостей и участников чемпионата Европы есть возможность получить впечатление не только от происходящего на борцовском ковре. Для них устроили экскурсию по Дербенту. Спортсменам и туристам было на что посмотреть, отметили первый вице-премьер Анатолий Карибов и исполняющий обязанности министра туризма Рыбьядзакавова. Тему продолжит Эльмир Алхаматова. Экскурсия для спортсменов началась уже из окон экспресс-поезда. Море, горы, лесные красоты создавали весеннее настроение. После жарких поединков на чемпионате Европы по грейплингу такой отдых, как нельзя, оказался кстати. Турнир прошел на высшем уровне. Соперники были сильные, был готов к золотой медали. Впереди спортсменов ожидало путешествие по древнему к Дербенту. Уже на вокзале их встречали песнями и национальными танцами. В этом городе многовековой историей дышит буквально каждый уголок на вершине холма, с которого в обе стороны просматривается побережье Каспия, мощная и неприступная цитадель. У входа в Нарынкалу спортсменов встречали опытные экскурсоводы, которые откроют тайны Дербентской крепости. И вот такие вот замечательные голуби, как символ мира и дружбы. И яркое напоминание о том, что чемпионат еще больше сплотил разные народы и страны. Построенная персидскими царями полтора тысячи лет назад, крепость защищала от нашествия кочевников весь Ближний Восток. Каждый памятник здесь уникален. Чемпионат Европы впервые проходит на Северном Кавказе, в Дагестане. И наши гости увидели нашу древнейшую культуру, наши памятники истории культуры, архитектуры. Это древнейший город мира. Мы за вот такое спокойное, мирное развитие всех событий, чтобы любая страна мира могла участвовать в этих чемпионатах. На самом деле, туристский поток у нас в сегодняшний день есть. Сегодня, кстати, приехали группа из Калининграда, завтра приедет группа из Германии. Подготовлена большая программа о том, чтобы мы ознакомили наших туристов, участников и гостей. Достепримечательности в том числе и жемчужины Дагестана, именно Дербента. Гид старается подробно рассказать о каждом историческом памятнике. Гостям интересно все. Вот так, завороженно они слушают про каменные желоба. Через них от горных родников в крепость поступала вода. Вот в VI веке именно таким образом вода подавалась. А это уже поздние, 11-1900 годов. Враги брали город, если находили эти пути. Они могли отравить воду, перекрыть воду и овладеть городом. На Рынкале прошлое оживает на каждом шагу. Спортсмены признаются, живя в Дагестане в такой экскурсии, они участвуют впервые. Все очень понравилось, как нас провели, как нас встретили. Живу в самом Ахачкале, впервые здесь. Очень красивый вид, вся делегация и впечатления очень такие хорошие. Первый раз в Дербенте, очень понравилась экскурсия. Много чего узнал нового. Якори показали нам VI века. Очень интересно. В числе экскурсантов и тренер украинской сборной. Команда по греко-римской борьбе приехала в Дагестан, несмотря ни на что. Поездка его впечатлила. Он пожелал всем удачи. Я хочу всему этому народу, приветливому, доброму, борцовскому, по-настоящему, который будет сейчас представлять чемпионат Европы на этих прекрасных коврах, и в этом замечательном дворце спорта, пожелать им удачи, побед, успехов. Экскурсия по на рынке олег гостей впечатлила. Их ждет еще немало таких интересных путешествий по историческим достопримечательностям Дагестана, заверяют организаторы. Министр спорта России Павел Колобков в сопровождении первого заместителя председателя правительства Дагестана Анатолия Карибова посетил ряд спортивных учреждений республики, в том числе стадион имени Елены Исымбаевой и музей спортивной славы Дагестана. По итогам осмотра Павел Колобков положительно оценил проделанную работу по созданию спортивных объектов. Россия готовится к одному из своих главных праздников – Дню Победы. Среди тех, кто отвоевал ее, житель Гумбетовского района Абдул Карим Османов. Ему было 17, когда он решил, что будет защищать родину. Были и тяжелые бои, и опасные ранения. Сегодня у ветерана большая и заботливая семья. Из села Черката. Репортаж Софии Кемиловой. Приезд гостей из Махачкалы стал неожиданностью. Дочери ветерана спешат принести китель. В свои 92 года Абдул Карим Османов не растерял солдатскую выправку. Почти по-генеральски, но не приказывает, а просит принести китель, который дороже собственного – своей супруги. Она была его подруга, но не боевая. Медали лучше всяких слов расскажут о ее подвигах. Подвигах матери-героини. Она родила ему 12 детей. Три года назад ее не стало. Какой нахороший она. Уресты и нас. Но мама умерла. Хорошо воспитали нас тоже. Своё боевое крещение получила в сражениях за освобождение Киева, а первое ранение – в боях за Житомир. Почти каждая медаль на этом кителе может рассказать не только о проявленном героизме, но и о боевых ранах. Всего их было 17. Последнюю получил под Кёнигсбергом. Хирург буквально по частям собирал лицо бойца, однако спасти глаз было невозможно. В Кёнигсберге мы освободили две улицы, ставили надзорные посты. Во время бомбардировки осколок снаряда попал в лицо. Очнулся я уже в госпитале. На восстановление ушло полгода. Знаю, что от смерти меня спас опытнейший хирург. Необычный был человек. К сожалению, я не знаю, как в дальнейшем сложилась его судьба. Связь была потеряна. Воевать Абдулкариму Османову привелось не только на войне, но и на личном фронте. Солдату пришлось вооружиться хитростью, смекалкой и даже прибегнуть к ультиматуму, чтобы скромная горянка Рахмат согласилась стать его женой. Когда я пришел, приехал, сказала, выйди за меня. Она сказала, не хочу, не выйду за тебя. И он говорит, вот этот глаз у меня, который вот так держит этот. Второй столе пойду, говорит, я на войну, если ты замуж не выйдешь. Говорит, он ей. Так ты вышла замуж за него. Мечтая о фронте, 16-летний Абдулкарим не до конца осознавал, что такое война и какие потери она несет. Помнит, как завидовал новобранцам. Не раз пытался пристроиться к колонии призывников, но юношу отгоняли. Ему посоветовали обратиться с заявлением в военкомат. Из Черкаты до Михельты, 36 километров по горным тропам пешком. Все ради того, чтобы его взяли в ряды новобранцев. Когда я отправился на фронт, мне было 17 лет. Нас, новобранцев, отправили в город Гори, в Грузию, на родину Сталина. В течение четырех месяцев нас обучали саперному и минозрывному делу. Там я научился пользоваться минометом, наводить, стрелять, целиться. Я до сих пор помню характеристику своего оружия. Ствол весил 100 килограммов, опорник 95, двуногая Лафет 75. Только вот не помню, сколько весил заряд. Я не только стрелял из миномета, но и очищал дороги от мин, чтобы Красная Армия могла пройти без помех. После войны работал каменщиком. Теперь вся жизнь направлена на благотворительность. За счет личных средств построил в родном селе мечеть и не одну. Всю свою пенсию принципиально до последнего рубля отдают на их содержание, а также малоимущим сельчанам. Сегодня в Махачкале в Музее боевой славы имени Макаровой состоится презентация выставки под названием «Дети и война». Это уже второй совместный проект Центрального музея Великой Отечественной войны и Национального музея Дагестана. На этот раз в проекте принимает участие и Центральный государственный архив республики. По 15 мая Роспотребнадзор Дагестана проводит горячую линию по профилактике заболеваний, передающихся с укусом клещей. О мерах профилактики инфекции, передаваемых клещами, жители республики могут узнать, обратившись к специалистам управления по телефону 69-19-52. По сообщению Дагестанского гидрометцентра, сегодня в горных районах во второй половине дня местами небольшой дождь. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, в горных районах юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура 23-28 тепла, по Приморским районам 17-22, в горах 15-20, местами до плюс 22. В Махачкале сегодня без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, во второй половине дня 9-14 метров в секунду. Температура воздуха 20-22 тепла, температура воды в море 12 градусов. На этом наш утренний выпуск завершен. Мы следим за развитием событий. Хорошего дня и всего доброго. В эфире Радио России Дагестан.